приветствую вас дорогой друг рада вам представить очередной мой видео урок красивая нежная обработка фото в обработке очень важно понимать какой эффект мы хотим придать фотографии и какие ощущения с помощью нее мы можем усилить на примере данной фотографии я хочу подчеркнуть легкое нежное состояние модели и поэтому обработка будет в нежных воздушных мягких тонах этот урок друзья в непривычном для меня формате здесь я разбираю и показываю вам уже готовую работу по слоям как что в какой последовательности я делала этот урок записан по вашим многочисленным просьбам надеюсь он вам понравится давайте приступим первое конечно обработка в камере рав вот мы видим до и после обработки в камере рав вот непосредственно в конвертере показываю желтое изображение это исходное изображение и вот такой светлый уже довольно приятно розово-голубое это уже обработка конвертере затем кадрирование затем кадрирование изображения как мы это делаем вот открыли изображение из камеры рав дубликат изображение выбираем рамку кадрирование обязательно галочка с учетом содержимого где нужно суживаем где нужно нам расширяем нажимаем enter и так как мы поставили галочку с учетом содержимого пустое поле у нас должно заполниться содержимым фона что собственно и сделалось небольшой пробел остался берем инструмент точечная восстанавливающая кисть и проходимся по данным пустым местам они также заполняется у нас фоновым изображением вот смотрите конечно не совсем корректно но все равно более-менее сносно все места которые у нас получились не очень красивыми дорабатываем штампом вот видите да у меня два кусочка верхний левый угол на двух слоях я дорабатывала штампа и вот на данном действии фон собственно у нас собран я как хотела выстроила композицию далее приступаю к ретуши здесь у меня обыкновенная частотка и вот видим обыкновенное разложение на частоты изображение надо размытым слоем делала пустой слой и работала стандартно микс кистью со стандартными настройками слои с частотным разложением собраны в группу на группе стоит маска залитая черным цветом ретушь проявила только на коже в левом нижнем углу некрасивое пустое место в букете я вырезал цветы произвольно ласса вырезала и этот кусочек скопировал на новый слой передвинула на данное место которое я хотела закрыть далее убрала сиреневые и пурпурные оттенки с платья и из кожи регулируя ползунки на корректирующем слое выборочная коррекция цвета данном случае работала в пурпурных и вот двигая черный ползунок вправо в пурпурных же да вы видите как добавилось деталей и объема в платье затем я немного немного поработала в пластике посмотрите изменения пожалуйста и поработав в синем канале добавила объема и контраста как я это сделала демонстрирую сделали конечно композитный слой делаем его дубликат заходим изображение внешний канал в окошке канал выбираем синий так как он самый контрастный нажимаем ok меняем режим наложения этого слоя на яркость регулируем непрозрачность и левый нижний угол с цветами я закрыла черной маской потому что он мне показался слишком уже переконтрастным и темным затем я все-таки убрала дверь которая находится справа очередной композитный слой я сильно размыла по гауссу и и все кроме данного участка я скрыла под черной маской а на пустом слое который я вновь создала кисточкой мягкой стандартной взяв образцы со стенки же зарисовала оставшиеся участки стены затем были применены две текстуры в разных режимах наложения и с разным процентом непрозрачности в папке с материалами данные текстуры у вас находятся вот эта фрактальная текстура была применена на дальнем этапе и вот это с кристаллами файле psd и вы сможете детально рассмотреть непрозрачность и режимы наложения данных текстур следующим этапом был применен эффект hdr и данный эффект я применил только к одежде для этого я сделала дубликат изображения поставила галочку чтобы дубликат вышел без слоев зашла изображение коррекция тонирования hdr прибавила детализации и насыщенности и тонированное изображение перенесла в рабочий документ закрыла черной маской и белой кисточкой с небольшой непрозрачностью прошлась по складкам одежды вот на рабочем изображении вы видите насколько на максимальное значение были подвинуты ползунки в настройках hdr затем я применила плагин заходим в данный плагин предварительно друзья сделав композитный слой здесь применены настройки из данной группы и сейчас я вам продемонстрирую какие настройки были у меня сделаны такие выдачи над настройки и предварительно я вас все ссылка за видео я вам учусь в описании есть вы видите я выясняю вы видите вы видите это здесь я отредактировала цвет и тон кожи вот цветовой баланс посмотрите прибавила желтых средних тонах тени не трогали и в светах также были прибавлены желтые режим наложения корректирующего слоя обычные микширование каналов режим наложения яркость галочка монохромный стоит и посмотрите пожалуйста на стройке каналов какая светлая приятная кожа стала у девушки обратите внимание вот на эту руку да отключаю у нас на руке какая-то синева совсем бело-синяя какая-то кожа обыкновенной кисточкой на пустом слое в режиме наложения цветность образец взяла с уже имеющегося цвета кожи и просто кисточкой с небольшой непрозрачностью закрасила и выборочная коррекция цвета в красных я добавила немного холодных и желтых и все более я здесь ползунками не работала и вот в общем какой получился цвет и оттенок кожи кривыми осветлила саму модель видите немного в средних кривая поднята вверх и маска закрывает все изображение и только лишь осветление проявлено на модели видим да что этим действием сделано проработаны нижние цветы без данной коррекции цветы очень сильно выбиваются из нашей общей цветовой гаммы включила корректирующий слой выборочная коррекция цвета работала в желтых желтых убрала и в красных прибавила холодных и пурпурных в желтых также я цвет удалила и вот мы видим до желтый видите у нас оранжевый присутствует и данной настройкой желтый цвет я убрала здесь я применила вот эту текстуру друзья все текстурки и пресет к данному уроку будут находиться в папке с материалами у вас эту текстуру я поместила сюда как смарт-объект у меня есть урок прием как помещать текстуры и вообще объекты в свои рабочие изображения как смарт-объекты показан вот в этом уроке он бесплатный заходите смотрите и так как он у нас помещен как смарт-объект я применила коррекцию цветовой тон насыщенность данная коррекция применилась тоже как смарт-фильтр вот пожалуйста посмотрите настройки которые я применила для изменения цвета текстуры она была зеленоватая такая я добавила немного сиреневых фиолетовых оттенков корректирующий слой сочности это конечно всем понятно на модель добавила сочности и прорисовка света теневого рисунка на сером слое в режиме наложения мягкий свет конечно у нас серый слой работаем инструментом затемнитель осветлитель также всем известные приемы еще работала на одном пустом слое вот видите да вот в этом месте на щеке модели сильный румянец кисточкой с очень маленькой непрозрачностью на пустом слое в режиме обычные взяв образец цвета рядом со светлого участка с кожей я закрасила данный участок дабы убрать такой сильный румянец и работа в режиме смик для того чтобы сделать какую-то коррекцию в режиме смик и сохранить все наши предыдущие коррекции в режиме rgb нам нужно сделать дубликат изображения ставим галочку чтобы изображение вышло слитая без слоев и переводим изображение режим смик и режим смик давайте рассмотрим первая у нас коррекция корректирующим слоем кривые мы видим уже сразу что в данной коррекции я работала в пурпурных и снизила долю этого цвета в изображении осветлила изображение поработав уровнях на девушке осветление было достаточно с девушки я это осветление по маске убрала яркость контрастность контрастность я подняла а яркость понизила чтобы убрать пересветы в частности даже на цветах вот видно которые появились у нас при работе с уровнями кривые немного осветлила девушку видно да и в корректирующем слое микширования каналов в голубых я немного добавила желтых оттенков видно да кожа стала теплее далее резкость вообще я люблю друзья добавлять резкость в режимах лапы или смик делаем композитный слой линейный свет заходим фильтр цветовой контраст все то же самое что мы могли бы сделать в rgb но должна вам заметить что в данном цветовом пространстве резкость добавляется на мой взгляд намного лучше и корректнее какой радиус я здесь делала я уже не помню ну вот резкость добавила на все изображение да а вот этим действием следующим слоем я добавила резкость только в света делаем композитный слой заходим в каналы вот в пурпурной у нас более объемное изображение до зажав control нажимаем на маску канала переходим слои включаем новый слой control в ставим выделенные света из пурпурного канала также режим наложения линейный свет и заходим фильтр цветовой контраст и подбираем радиус но теперь резкость добавится только на светлые участки вот эти два слоя это добавление резкости кривые опять были применены видно да они воздействовали на данный участок платья и также я отсюда убрала излишки пурпура работая в пурпурной кривой и на этом обработка закончена вот наша обработка в rgb и здесь я перенесла изображение отредактированное пространстве смик и на этом друзья данный урок закончен благодарю вас за ваше внимание буду рада вашим отзывам и комментариям и буду также очень признательна если вы поделитесь информацией о данном уроке со своими друзьями коллегами и знакомыми и всего доброго и до новых встреч